И побольше будет рывков, каких-то действий завораживающих. Ну, конечно, девушки порой вообще очень странно ведут мастарт. Я надеюсь, ты на меня за это не обидишься. Мне кажется, это свойственно женской натуре, странно все вести. В том числе и на льду. На Кубке Шавырина, как раз на отборочных соревнованиях, такое я видел впервые, главный судья соревнований и вовсе. Я остановил забег в масс-старте, потому что девушки вообще никакой борьбы не вели. Ехали просто стоя. В общем, я, наверное, тоже мог бы рядом с ними ехать. И в какой-то момент это всем надоело. Забег остановили, собрали всех, объяснили всем, что если вы так еще раз поедете, то всех дисквалифицируем. И только после этого хоть какая-то борьба в заново стартовавшем забеге началась. При том, что там всего, по-моему, 8 участниц было. Я знаю, что канадцы, например, и, по-моему, даже американцы в прошлом году, когда серия этапов Кубка Мира и международных стартов была в Европе, они специально некоторых своих спортсменов вставили в голландские марафонские соревнования, в этапы марафонского кубка, который проводится в Голландии, дабы спортсмены могли получить этот опыт борьбы в пилотонии, в, соответственно, контактного состязания. Ну вот маленький отрыв у нас тут образовался. Действительно много различных таких действий. В составе этого отрыва Андреа Джованнини, Питер Майкл, кто-то из канадцев, Белкас или Оливия Жен. Пятый номер – это Белкас. И белорус Виталий Михайлов. Четыре человека. Но, правда, усилиями Юрия Таберксмы организована погоня. Правда, по большому счету Берксмы ее один ведет. Ну, промежуточный финиш здесь, понятно, ребята разыграют. Кто? По-моему, Джованнини остался без очков. Зря сбегал в этот отрыв. Ну и… А, нет, значит, Михайлов четвертый там, они между собой. Ну, а Белкас выиграл Майкл второй. И так вроде бы как и успокоились, но и пилотон успокоился. Пилотон, причем, тоже не представляет собой единое целое, разбит на некоторые части. Там вот Барт Свинкс предпринимает усилия для того, чтобы переложиться из одной группы в другую. Ну, потихонечку-потихонечку сейчас строй сомкнется. Но строй сомкнется, а там уже останется совсем немного и до следующего промежуточного финиша. Ну и вот, посмотрите, мужчины так чаще выезжают на внешний радиус. Потому что в основном борьба происходит вот на голубой дорожке. Это как раз разминочная дорожка, которая не задействована при проведении соревнований индивидуальных стартов. Там обычно только те, кто готовится к дистанциям присутствуют. Интересно, что оба голландца, и Бергсма, и Юритсма, совсем в тени держится, где-то там на предпоследних позициях. Петр Майкл, по-моему, уже всю дистанцию отвел впереди. Ну да, он, главное, заводила, но он чувствует в себе силы. Не зря он... Кстати, он вчера таким с приличным отрывом выиграл у своих соперников. А, нет, не полсекунды. Это Бергсман полторы секунды выиграл. Виталий, смелее вы все, звонко надо запасить. Кто-то из белорусов там подсказывает Виталия Михайлова. Тактические действия. Ну, швейцарец сейчас выходит вперед. Ливи Венгер. Джованни не набирает еще очков на промежуточном финише. Сиди, сиди, молодец, сиди! Ну, Виталию Михайлову его просят посидеть, потерпеть. Хотя, по-моему, уже очень так... Падение там напрямой. Не вижу, кто. А, Геррицман. Геррицман, да. Гербин Геррицман. А, Юрид Бергсман сумел отсидеться немножко. И сейчас вновь возглавил такой микроотрыв. Хотя он ждет остальных участников. Взял с собой Шейн... Так, это Цучия или Вильям... Цучия вместе с ним. И... Рейн Кей. Десятый номер. Ну, вот именно Кей и Вильямсон побежали за промежуточным финишем. Все остальные так спокойно раскатываются. Да, молодец. Держи, звоните. Андреа Джованни неугомонный. Тоже решил, что одно очко не помешает. На большее уже в этой кампании он вряд ли может рассчитывать. Но, в принципе, вот этот отрыв-то, в общем, уже достаточно приличный. Учитывая то, что не так много до конца дистанции осталось. У мужчин более такая рваная гонка получилась. Ну, больше действий, больше какой-то фантазии, больше придумки ребята проявляют. Тактические смекалки, я бы сказал, их так. Ну, смотри, метров... Ну, Джованни не будем считать. Джованни на всех оглядывается. А от Берксмы сколько метров? Сто, наверное, практически есть преимущества. У Райана Кея и... У Вильямсон, и у Рисоки Цучи. Правда, Кею в основном сейчас приходится тащить на себе эту пару. Почти 100 метров выигрывают они у ближайших преследователей. Ну, вот если брать все промежуточные премии, Джордан Белкас собрал 6 очков. Поменялись сейчас японец. Теперь круг поведет. Ну, не знаю. Можно было, конечно, ребятам и рискнуть. Попробовать уже до конца пойти. Конечно, сзади там... Да нет, тоже вроде поработал-поработал пилотон. И вдруг снова все встали. В том числе и тот же Берксма. Итальянец... Ну, по-моему, Фабио Фанкалини сейчас заводил и выступал. Но тоже, в общем, все промежуточными какими-то разборками заняты между собой. А вот эти двое, да, тяжело, да, не идеально по технике. Но они достаточно слаженно работают в одном темпе без зарывков. Ну, вот Бартс Винкс с Алексисом Контеном. Те ребята, которые и Кубки мира выигрывали. Сейчас должны догнать они, конечно, такая разница в скорости колоссальная. Свинкс разоглался, устал ждать своих соперников по забегу. И здесь уже, конечно, из последних сил. Ну, и эти ребята оглядываются. Новозеландец и Японец пытаются удержаться в лидерах. Алексис Контен выходит сейчас на третью позицию. А успеют ли выйти? Ну, дайте общий план. Смотри, ну, все-таки до конца сражаются. И что? Сен Хун Ли вырывает победу. Вот так вот. Незаметен, незаметен был. Ну, едва, в общем-то, этот побег, да, Цучи так досады махнул рукой. Но едва этот побег при попустительстве, в общем-то, пелотона. И при спокойствии слишком таком явном пелотона едва не завершился удачей. Опять же сошлись на опыт в шорт-треке. Сен Хун Ли, ну, ты думаешь, ну, может быть, может быть, конечно. Хотя здесь в чем проявился его опыт в шорт-треке? Ну, они погнались-то, в общем-то, все вместе. Он просто так по внутреннему радиусу проскочил. Алексис Кантина на Джованине, да, третьи получились? Ну, сейчас нам определят. Да, ну, что ж, Сен Хун Ли. Да, соглашусь, что мужчин было поинтереснее смотреть. По крайней мере, практически все 16 кругов что-то на дорожке-то происходило. Вот как раз Кейси Бутье, вот хотя бы так он мелькнул. В самом забеге практически не был заметен. Но вот то, что он был в этом забеге, мы убедились лично. Теперь, и что у нас итоговый протокол этого забега Сен Хун Ли? Контент Фабио Франкалини, третий. Белкас Цучия остался пятым. Ни одного голландца в первой десятке. Ну, они, по-моему, так и не рвались. Ни за промежуточными очками, ни за финишем окончательным. Ну, вот таким любопытным образом завершился этап в Харбине. И еще раз напомню, что на каналах Холдинга Матч вы увидите все крупные международные соревнования конькобежного сезона и все этапы Кубка Мира. И все чемпионаты. Так что оставайтесь с нами. Следующий этап Кубка Мира уже буквально через пять дней. В предстоящую пятницу. И 18-го, да, у нас ноября. Да, с самого утра. Да, и 18-го, 19-го, 20-го ноября мы проведем с вами снова вместе. Для вас работали Варвара Барышева и Игорь Швецов. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания. Ждем вас на конькобежных дорожках. Редактор субтитров А.Семкин